Северный город В Устилимске с рабочим визитом побывал Андрей Бунев, руководитель следственного управления Иркутской области. Жильцы дома по улице Рабочий-2 встревожены критическим состоянием своего дома. Подъем уровня заболеваемости гриппом ожидается после новогодних праздников. Следственным отделом Устилимска возбуждено уголовное дело в отношении мастера строительного участка компании «Лимспецстрой», подозреваемого в совершении преступления, нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, в октябре текущего года мастер строительного участка допустил на объект рабочего, не имевшего квалификации, наряда допуска к выполнению работ на высоте. Нарушение повлекло смерть мужчины, который выполнял работы на крыше одного из зданий промплощадки ЛПК. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Каждый вторник рабочий день в администрации города начинается с планерки, на которой руководство муниципалитета обсуждает важные для города вопросы. О том, какие темы были подняты в этот раз, в сюжете. Рабочее совещание этой недели началось с отчета первого заместителя мэра о поездке в Иркутск, где 12 ноября состоялось совещание при Министерстве строительства и дорожного хозяйства при Ангарии. Основную тему, которую обсудили в столице регионов, Сергей Клименок озвучил на планерке. Была доведена информация, что фонд реформирования ЖКХ резко ужесточает контроль за ходом переселения из ветхого аварийного жилья. Какой фонд? Это федеральный? Это федеральный фонд, это госкорпорация фонд реформирования ЖКХ. Вплоть до применения новых штрафных санкций. Озвучивались уже цифры по тем городам и регионам, где фонд реформирования проводил проверки. Озвучено, что в декабре будет повторная проверка этого фонда. И нюансы, перспективы, в кавычках, связаны с ужесточением этого контроля. Мы на сегодня провели совещание с застройщиками, провели внутреннее совещание для того, чтобы оценить наши риски в той ситуации, в которой находимся мы, и с тем, чтобы их сминимизировать таким образом, чтобы максимально выполнить требования, которые предъявляет фонд реформирования ЖКХ. Кроме того, в рабочем порядке Сергей Михайлович встретился с замминистра по автотранспорту областного министерства жилищной политики. Обговорили вопросы, связанные рабочие с организацией перевозок в городе и с развитием посадочной площадки аэропорта Усть-Илимск. Также удалось встретиться с зам руководителя фонда капремонта. Там мы обговорили ситуацию по истечению срока эксплуатации лифтового хозяйства, то есть не всего, а тех лифтов, которые в 2016 году у нас, у которых заканчивается срок эксплуатации, с тем, чтобы наметить шаги для проведения капитального ремонта этих лифтов. И обговорили ряд вопросов, связанных с перспективой изменения законодательства в части организации капитального ремонта. Что мы можем делать таким образом, чтобы максимально полно и качественно участвовать в этом процессе, влиять на него, и чтобы наши предложения учитывались в ходе организации капремонта. Начальник управления образования рассказала о прошедшем региональном совещании, на котором присутствовали представители правительства области. Серьезный вопрос был по поводу капитального ремонта и строительства новых объектов. Может быть, на ваше имя тоже идут письма сейчас по строительству новых объектов. Касается школ в основном этот момент. Значит, вот концепция понятна на сегодняшний день. Будут ремонтироваться школы, у которых износ больше 50%. То есть, нужно найти лицензионный орган, который сделает такую экспертизу, и вывод будет соответствовать. Тогда мы входим в программу капитальных ремонтов школ. То есть, я говорю сейчас о втшколе номер два. То есть, нам необходимо сделать такую экспертизу, ее заказать нужно и предоставить ее для включения в программу региональную. Также Любовь Афанасьевна сказала, что в этом году будет введен новый вид проверки «Качество образования детей. Всероссийские проверочные работы». Сегодня в обществе обсуждается этот вопрос. Люди немножко неправильно трактуют этот момент. Говорят о том, что в четвертых классах вводится ЕГЭ. Никакого ЕГЭ в четвертых классах в них не вводится. Мы вот сегодня совещание у нас с директорами. Собираем родителей на этой неделе, разъясняем эту ситуацию. Ну вот хотелось бы в средствах массовой информации тоже, чтобы эта ситуация прозвучала. О том, что это проверочные работы, они будут в апреле месяце. Это просто будет единый текст контрольной работы, которую дети будут выполнять. Репетицию мы организуем в начале декабря. Ну и основной этап будет в апреле. По словам начальника управления образования, большое внимание на региональном совещании уделили безопасности детей во время каникул. Кроме того, Любовь Пронина довела до сведения присутствующих, что программа нашего лагеря «Лосенок» вошла в перечень 100 лучших в Российской Федерации. Программа нашего лагеря «Лосенок» вошла в перечень 100 лучших программ Российской Федерации. То есть был вот такой ежегодный рейтинг ведется. То есть единственная программа из Иркутской области. То есть мы рейтинг нашего лагеря подняли на сегодняшний день. На планерке затронули и тему новогодних праздников. Начальник управления культуры озвучила информацию о датах открытия городских елок. 26 декабря мы планируем открытие городской елки в Левобережной части города. 27 декабря – один из самых любимых праздников – День города. Именно в этот день указан был изменен статус. Был поселок, стал город Устилемск. Без изменения оставляем городской торжественный концерт. И 27-го же после концерта в 18 часов открытие городской елки в правобережной части города. А 28-го – две елки для талантливых детей. Одна елка в Дворце культуры, другая в 11 часов. И вторая елка в 16 часов в нашем муниципальном театре. Ирина Авдеева рассказала о том, как обстоят дела на стадионе «Лесохимик». Лед мы залили. Еще 2-3 дня лед у нас будет готовый. К выходным мы закончим. Автомобиль мы восстановили на выходных. Как и планировали до этого, что выходные заработают. Лампы по освещению вопрос у нас тоже вставал. Лампы привезли, вчера их забрали. На этой неделе пройдет установка. К весне лед зальем, надеюсь? Нет, лед мы зальем уже к выходным. То есть он уже заливается по технологии. Еще пару дней, чтобы он схватился. На совещании Тамара Горобец рассказала о новом режиме работы клиентской службы социальной защиты. Для удобства граждан мы решили в понедельник принимать до 7 часов к своей клиентской службе в среду с 8 утра. Это как раз, чтобы работающие граждане могли до работы или после рабочего дня. Поэтому обращаем внимание, что продлен рабочий день у специалистов клиентской службы управления. Прошедшую пятницу в законодательное собрание был представлен региональный проект бюджета на будущий год. В ближайшее время будет подготовлен и представлен в Городскую думу главный финансовый документ Устилимска. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Иркутской области выделено около 3 миллиардов рублей в качестве дополнительной финансовой помощи из бюджета Российской Федерации 2015 года. Решение принято на очередном заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. В итоге область стала одним из трех регионов, которые получили наибольшую сумму дополнительной поддержки. Только двум субъектам Российской Федерации, Краснодарскому краю и Самарской области выделено несколько больше средств, чем нашему региону, сообщает Сибньюс. 17 ноября с плановым визитом в Устилимск прибыл Андрей Бунев, руководитель следственного управления Иркутской области. Чиновник встретился с жителями поселка Железнодорожный, коллективом МЧС, детьми социально-реабилитационного центра, а также с мэром города. Насыщенный встречами день завершился беседой с представителями средств массовой информации. Не каждый день в Устилимск приезжают представители областной власти для проверки текущей работы местных органов. Вчера наш город посетил Андрей Бунев, руководитель следственного управления Иркутска. Он провел ряд встреч с горожанами и главой Устилимска. Пресс-конференция для журналистов началась с рассказа Андрея Юрьевича о структуре и работе следственного комитета. Первое – это мы расследуем сегодня все тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и совершенные в отношении несовершеннолетних. Мы расследуем все налоговые преступления. Только мы их расследуем. Мы расследуем всю коррупцию. Раньше коррупцию расследовали разные правоохранительные органы, на сегодня только следственный комитет. Ну, плюс еще какое-то количество других составов преступления, видимо, наиболее серьезных. Основное направление – работа с детьми. Особое внимание следственные органы уделяют приютским ребятишкам, которые растут в особых условиях. По количеству детских самоубийств Иркутская область занимает по абсолютной цифре второе место в России. При том, что у нас население далеко не самое большое. По количеству детских самоубийств в расчете на 100, на 1000, на 10 тысяч детей – первое место в России. Первое – самое плохое место. Количество детских самоубийств в расчете на 100 тысяч детей – оно самое большое в Российской Федерации. Почему? Средства выделяются в федерации по всем регионам, но почти в одних размерах. Там для Северной территории чуть побольше, для Южной чуть поменьше, но примерно одинаково. Почему так? Видимо, работа не совсем правильная и не совсем нормально организована. Мы пытаемся разобраться. Мы совместно с Уполномоченным по правам ребенка в этом году анкетировали почти 100% детей, содержащихся в детских домах и интернатах. Не анкетировали только детей, которые по своему психическому состоянию не могут в этом анкетировании участвовать. Проводили это все своими силами, без участия педагогов и служащего персонала. У нас есть детские учреждения в области, где более 20% детей высказывают мысли о том, что они хотят покончить жизнь самоубийством. Но это страшная цифра. Страшная цифра и реакция должна власти здесь быть незамедлительной. На сегодня реакция есть. Достаточно она или нет, по каждому времени уйдем мы с этого первого числа самоубийством, если бы не уйдем. Затронув тему преступности в Иркутской области, чиновник отметил, что уровень ее очень высокий. Общими усилиями всех правоохранительных органов снизить его удалось пока на 15%. 15% – это достаточно серьезная цифра. В результате чего это произошло? Это впервые за многие годы. Совместно с полицией последние 2-3 года мы сильно подняли раскрываемость убийства. Если несколько лет назад мы раскрывали порядка 80%, 78-82% этих убийств, то сегодня у нас раскрывается порядка 94%. Здесь необходимо уточнить, что вот смотрите, порядка 60-50%, где-то 65% убийств раскрываются почти сами события. То есть это где какое-то, как правило, пьяное убийство, где вот он убийца, вот он ножик, вот он тело бездыханное. И все понятно. И в принципе убийца не скрывает, что он это сделал. Это в районе 60%. 70%. Там цифра маленько плавает, но не на много в разных регионах. Процентов 10-15-20 убийств раскрывается в результате, ну скажем так, очень профессиональный, где-то недельный срок работы правоохранительных органов. 3-4 дня недели. Вот если работа организована хорошо, то 3-4-5 дней недели, вот эти еще 20%. И остающееся оно раскрывается в результате длительной работы правоохранительных органов по раскрытию преступления. Я сказал, что раскрываемость на сегодня убийств 94%. 93-94%. Что остается? Что это за 6%? Раскрываем мы почти все. Но мы сегодня пошли каким путем. Если 10-15 лет считалось, пока мы не доказали, что это убийство, это считается неубийством. Нет трупа, вроде как нет и убийства. Но сегодня подход совершенно другой. Пока мы не докажем, что это не убийство, мы его расследуем как убийство. Пошла бабушка за грибами в лес, в тайгу, пропала. Мы не знаем, то ли бабушка из сердечного приступа скончалась, то ли медведь напал, или другой зверь, то ли это преступление. Мы это расследуем как убийство. Сплоченная и оперативная деятельность органов дала неплохой результат в раскрываемости преступлений. Андрей Бунев добавил, что работа по тяжким и особо тяжким преступлениям в отношении несовершеннолетних отлажена хорошо. На сегодня мы таких преступлений раскрываем где-то 85%, 90%. В результате их количество ушло на убыль, а количество нераскрытых преступлений в отношении несовершеннолетних, тяжких и особо тяжких, за два года сократилось где-то в 12-15 раз. Исходя из статистики раскрываемости дел, можно сделать вывод, что следственное управление, полиция и другие правоохранительные органы добрословестно исполняют свои обязанности. На пресс-конференции с представителями СМИ Андрей Бунев сообщил, что на приеме у него побывали 23 устилимца. Немало было жителей поселка Железнодорожный. Основные вопросы касались событий прошлых лет. Были жалобы на местную власть. По тем людям, кто приходит, я однозначно гарантирую, что мы разберемся в полном объеме. Я еще раз говорю, что мы не всегда оправдаем их надежды, поскольку бывает, что люди приходят и что-то хотят не в соответствии с языком, а в чем-то просто ошибаются. Но тем не менее гарантирую максимально компетентное разбирательство и полное, что эту бумагу никто в корзину не бросит, отписку не пришлет. Как известно, до сих пор не решен ряд проблем жителей, попавших в программу по переселению в связи с затоплением Багучанской ГЭС. Есть вопросы по выплате компенсаций, получению жилья и другим. Руководитель следственного управления сообщил следующее. Здесь сложность большая, объемы-то громадные. Мы назначаем экспертизы, экспертизы делаются довольно долго. Вот сегодня расследование, хотя оно уже идет ускорый год, оно еще не на окончательном этапе. По нему будет много обвиняемых, которым будет предъявлено обвинение, а там и сегодня есть, и будет еще дополнительные, которые пойдут в суд. Но это будет после проведения всех экспертиз, и экспертиз много. То есть это то дело, по которому расследование крайне объемное. Наверное, вот если брать дела по категориям, наверное, самая объемная категория. В обсуждении упомянули уголовное дело, заведенное в отношении бывшего мэра города Устилимска. Мы на этой неделе предъявляем окончательное обвинение Ташкиновым. Объявляем об окончании следствия. И начинаем ознакомление с материалами сначала потерпевших, а потом обвиняемых. То есть расследование, оно практически закончено. Сейчас вопрос, ну, потерпевшие обычно недолго ознакомятся с материалами, после этого ознакомятся обвиняемые. Как только ознакомятся, там будут, видимо, ходатайства. Мы разрешим эти ходатайства, там, может быть, какие-то следственные действия проведем, на которых будет ходатайствовать. И после этого, видимо, направим дело в суд. То есть на сегодня расследование, оно практически закончено. Одно, но там, или, вот, рассуждалось несколько... Ну, там несколько отделов. Сейчас в суд уходит одно, остальные, они вот на очередь. А вы будете продлевать содержание под стражей? Мы будем выходить в суд с ходатайством в данной ситуации у продления следов. Там стоит вопрос, по сегодня были представители, ставят вопрос о том, что нахождение под стражей, ну, крайне отрицательно сказывается на здоровье. Мы проводили, нам медицина заключалась, сделала вывод, что нет препятствий для содержания под стражей. Сейчас мы посмотрим, учитывая, что расследование закончено, посмотрим более широко, не только вопрос о препятствиях. Но если там действительно получится, мы будем смотреть, если там действительно получится, что человеку надо делать операцию вне, вне пределов исправительной системы, вне пределов СИЗУ, мы, конечно, будем рассматривать, потому что одно дело – это совершенное преступление, а другое дело – что человек может потерять здоровье. Мы объективно посмотрим и объективно определимся. А остальные фигуранты, вот, это дело, которые, они под залогом? Там разные ситуации. Фигурантов будет много, их будет больше, чем сейчас. Андрей Бунев ответил на многие немаловажные для нашего города вопросы – о разбойных группировках, экологических преступлениях и так далее. Встреча закончилась договоренностью о дальнейшем взаимодействии средств массовой информации со Следственным управлением Иркутской области. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия 8 39 52 20 46 54, по которому каждый житель области может сообщить о преступлении либо обратиться за помощью. Конфиденциальность гарантируется. Кроме того, если в отношении вашего ребенка совершено преступление, либо ребенок находится в опасности, необходимо звонить по вышеуказанному номеру. На место происшествия незамедлительно будет направлена следственно-оперативная группа. При планировании бюджета при Ангаре серьезнее всех пострадала программа «Доступное жилье». Ее урезали на 1 миллиард 800 тысяч рублей, сообщает Иркутская Олдана. Сокращению подверглись важные программы развития жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспортного комплекса. При этом проект бюджета 2016 года сохранил свою социальную направленность. На эту сферу планируется направить 73% от всех имеющихся средств. Дефицит бюджета составляет 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Члены правительства 12 ноября уже проголосовали за принятие бюджета в таких параметрах. Очередь за парламентом. Команда Северного города всегда старается оказать содействие горожанам в решении различных проблем. На очередную просьбу о помощи съемочная группа отреагировала незамедлительно. Жильцы дома по улице Рабочая 2 в Левобережье бьют тревогу. Их дом рушится на глазах. Подробнее расскажет Алена Феоктистова. Мы приехали по указанному адресу. На первый взгляд дом не производит впечатления развалины. Однако жильцы уверены, находиться в здании опасно. После проведенной ими экскурсии стало очевидно, что для этого есть все основания. Условия, в которых живут люди, иначе как чудовищными не назовешь. Вот это вот барачное общежитие дается людям, у которых нет жилья. Нам предоставлено это общежитие было в 2003 году, в аварийном состоянии. Тут все бежит, тут все проваливается, стены все бегут, канализация бежит по стенам. Там нет аварийного выхода, потому что отсутствуют ступенечки. Начнем по порядку. С балкона? С крыльцом, балкон, вот пока здесь стоят. Ладно, балкон, балкон в аварийном состоянии, на него запрещено выходить, службы предупреждали, что выходить нельзя, он опасен. А как люди будут выходить из подъезда, это тоже, видать, мало волнует, что он может упасть, даже если на него не выходить. Потом мы что купим, что нужно сказать? Стены гнилые полностью. Там невозможно гвоздь забить, там все прогнившиеся, там труха, все это валится кусками отовсюду, рейки отходят, дом садится на угол, и там отваливаются уже рейки, которыми обшито все это, в принципе, можно будет снять. Внутри вообще как? Тепло, холодно? Внутри очень холодно, внутри очень холодно, потому что с обогревателями, ну еще и страшно, топит даже потолок, а у нас там обогреватель включить, мы просто можем сгореть. А эвакуироваться нам никак, там лестницы нет, а там... Пойдемте, как раз посмотрим на лестнице. Дойдя до аварийной лестницы, мы увидели лишь ее обломки. Нет ни перил, ни стенок, ни ступенек, это аварийный выход на случай пожара, единственный причем, больше его нет. А ведь на этой лестнице играют местные ребятишки. Больше негде. В округе нет детских площадок, родители пребывают в постоянном беспокойстве, дети могут упасть с высоты и покалечиться. Мы заметили, что многие окна в доме заколочены. Помещение общего пользования, душ и туалет. Ну, что-то досками забивают, что-то фанерой забивают, где осколки досок. Вот это вот сушилка, там вообще окно открыто, туда не зайти ничто. Там он в туалете тоже храмубит кусками. Сквозь доски стекает то ли вода, то ли отходы канализации, которую прорвало уже давно. С наступления морозов эти водопады замерзли. Аварийная лестница с другой стороны вообще отсутствует. Здание заметно просело и будто складывается пополам. Обойдя дом, мы зашли внутрь. Впечатления непередаваемые. Риский невыносимый запах нечистот. Облизлые стены. Гуляющий под ногами пол. Душ, которым пользуются. Главное, мне интересно. Вот где моют детей. Где моют детей? Где моют дни, где моют посуду сейчас. Посуду из туалета? В одной. Да, мы моем посуду здесь же и моемся. Так это все прекрасно выглядит. Все здесь вот. Видите, вот так у нас прекрасно все так вот. Залезаем, помоемся. Все там броски. Это все пальцами. Буквально все это. Разваливается. Вот один душ, два этажа. А кто заколочено? А вот сюда прийти. Тоже великолепный такой прекрасный, красивый день? Да, мы снимали. Так вот у нас вот это вот стены выглядят. Это у нас как бы ремонт делали. При одной мысли, что люди вынуждены здесь мыться, приходишь в ужас. И это единственный душ на два этажа. Провалившийся пол еле держится на монтажной пене. А к выключателю страшно прикасаться. Нам показали комнату, в которой раньше жила семья. Ей пришлось съехать на дачу. В этой комнате тоже провалился пол. Громадные дыры из подвала сюда лезут. И мокрицы, и тараканы, и крысы. Пауки – это вообще жутко. Просто все паутина. Здесь бабушка и девушка живут. Они вообще живут на даче. Они боятся здесь жить. Пол провалился. И вот старики остались без жилья, получается. Про СЭС. Про СЭС. Да, мы не вызвали, мы написали заявление в СЭС. Попросили проверить по факту, что мыши, крысы, мокрицы, вообще все вот это вот такое мерзкое. Но они сказали, что смогут взять только забор воды. Комиссия приезжала, вот ждем ответ от нее уже по факту проверки. Спасаться от насекомых и мышей приходится с помощью одеял, которыми затыкают щели. И подобных комнат в этом помещении много. Жильцы рассказали про многочисленные замыкания электропроводки как в квартирах, так и в общем коридоре. Связано это с протечкой крыши. На следующей двери мы увидели листок бумаги, который приклеили работники компании «Видсервис-2». Надпись гласила, что помещение аварийное. «Добро пожаловать!» «Осторожно не наступайте, потому что можно пройтись». «Аккуратно?» 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 «Приподнять можно, чтобы улучшить?» «Ага». «Сереж, не ходи туда, сейчас я покажу, где можно пройти». «Я проходила». «В принципе...» «Каждый день сюда ходим». «Великолепные условия, согласитесь?» «Наши государства считают...» «Да страшно!» «Как сказать?» «Как они говорят, если что?» «Соответствуют всем нормам, всем требованиям, да?» «За все!» «За все!» «За все!» «Ой!» «Мышь уберите!» «Мне жалко!» «Это уже нам не надо!» «Даже мышь сдохла не выдержала!» Сантехника, полы, стены, разваливается все! «Вот так вот у нас обстоят дела!» «Это наши несущие стены!» «И нам говорят...» «Ален!» «Это несущий брус наш!» «Это наши стены!» «Вот я беру его рукой вот так вот и достаю!» «А это мы снимаем!» «Я рукой, да, это все показываю!» «Это что?» «Вот! Я девочка! Я не мужчина с кувалдой!» «Насколько безопасно жить в таком доме?» «Где гарантия, что кто-то из жильцов не провалится в подвал?» «Или на него не упадет потолок?» «Ознакомившись с достопримечательностями первого этажа, мы поднялись на второй!» «Осмотрели выход на аварийную лестницу из помещения!» «Дыры в стенах и дверях – болтающиеся крепления для батарей, если это можно назвать батареями» «Ну, кстати, она горячая!» «Последующей двери заметно, что дом заваливается на правую сторону» «Снизу бабушку эвакуировали. Все перекошено, здесь вот все отваливается. Аварийного выхода с этой стороны нет, лестница снята» «Мы дошли до единственного туалета, которым пользуются все жильцы дома. Как видите, и здесь проваливается пол» «Там вон провалились полы. Там, я не знаю, видно будет оператор или нет. Вот я снимала там с фотоаппарата, там тоже все провалилось» «Это сделали настил, чтобы дальше не провалились» «Дырка в стене, ее просто аргалитом закрыли, чтобы якобы не видно было» «Рассказывать об аварийном состоянии дома по улице Рабочая 2 можно долго. Шокирующих кадров, подтверждающих этот факт, достаточно» «Самое страшное, что в доме живут маленькие дети, дети-инвалиды и пожилые люди» «Пройти мимо слепого пенсионера мы не смогли и задали ему пару вопросов» «Как давно вообще вы здесь проживаете?» «12 лет уже. У меня супруга как умерла, и вот здесь я ходил, я думал» «И все 12 лет в доме такая ситуация аварийная, да?» «Да, да, да. Я говорю, летами не в туалет сходить и не помыться, и ничего, никаких условий нет. Вот за что-то мы деньги платим, я не знаю» «Вы здесь комнату покупали или вам также выдали ее?» «Дали нам. Когда супруга была живая, она ездила в располком и вот там добилась. У нас было две комнаты, вот здесь вот еще вот дверь. Вот. Ну, потом, когда все умерли, я, собственно говоря, один остался на белой связи. Вот супруга умерла, два сына умерла, тетя умерла. Вот один, вот я говорю, а только он забрал городсполком, вот сейчас вот в одной меня вот оставили, и все». «Как датушечка там, в общем. Вот так я и живу». «А кто вам помогает сейчас?» «Ну, не мою женщину, плачу я ей. Вот, она, пенсию получаю, отдаю ей, она мне берет продукты, варит, приносит». «И лекарства тоже». «И лекарства, ну, все, все, все она берет. Вот. Ну, а что остается делать? Только так, когда выживать надо». Жильцы сообщили, что неоднократно обращались в управляющую компанию, администрацию, СЭС, областные жилищно-коммунальные комиссии, прокуратуру. Результата пока нет. «Не признать дом аварийным, мне кажется, это уже просто преступление будет. Это просто преступление. Мы такие же люди, мы тоже хотим жить и не ходить, извините, не ездить по гостям, мыться. Потому что мне вот лично противно, я здесь не моюсь. Это здесь и противно, и опасно. Грибок у нас СЭС не взяло, воду взяли на забор. По факту живности тут бегающей мы ему объяснили все, но не знаю, какие меры примут, пока еще ответа мы не видели». Мы обратились в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию с переселением граждан в безопасные для проживания помещения. Сотрудник администрации сообщил, что 16 ноября на «Рабочие 2» службой государственного жилищного надзора Иркутской области в присутствии представителей департамента и управляющей организации «Видсервис-2» проведена проверка. Выявлены факты неисправности деревянных конструкций. Многоквартирный и жилой дом, бывшее двухэтажное общежитие, входит в список 11 проблемных домов, подлежащих проведению экспертного обследования и получению заключения о пригодности или непригодности для проживания. Данное мероприятие включено в проект бюджета Департамента жилищной политики и городского хозяйства на 2016 год. Будем надеяться, что дом устоит и никто из его обитателей не пострадает. Ну а как выжить в таких условиях слепому пенсионеру? Северный город связался с начальником управления соцзащиты населения Тамары Горобец. Социальный работник уже побывал у инвалида. Теперь дедушка находится на контроле у этой службы. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». В Уст-Илимске определены победители заочного этапа муниципального осмотра конкурса «Лучший общественный наркологический пост общеобразовательного учреждения». Документы для участия в первом туре представили 11 школ и гимназия номер 1. 12 ноября экспертная группа подвела итоги первого этапа конкурса. Победителями в нем стали школа номер 9, 8, 5, 2 и гимназия номер 1. Второй этап состоится в декабре 2015 года, сообщает городской отдел по делам молодежи. Осень и зима – время, когда организму требуется помощь для того, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом. Для профилактики этих заболеваний в рамках календаря прививок ежегодно проводится вакцинация. Также существует ряд рекомендаций, которые способны уберечь от заболевания вирусными инфекциями и гриппом. Смотрите сюжет Алена Калько. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции – наиболее массовые заболевания, встречающиеся в течение всего года, но чаще всего осенью и зимой. По словам Людмилы Бурковой, сегодня в городе и районе заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. На сегодня, если говорить о заболеваемости вирусными инфекциями, то на сегодня уровень заболеваемости обычный. Обычный, может быть, чуть-чуть превышает простудное заболевание в связи с похолоданием. На сегодня грипп не регистрируется. Сегодня нет информации о том, что грипп регистрируется на территории нашего региона. Поэтому пока на сегодня мы живем в обычном режиме, обычная заболеваемость острыми респираторными и вирусными инфекциями. Несмотря на то, что в городе и районе ситуация с вирусными инфекциями не вызывает опасения, необходимо как можно больше уделять внимание профилактике ОРВИ и гриппа. Самый эффективный способ – прививка. Как город, так и район государством был обеспечен достаточным количеством вакцины противогриппозной для проведения профилактических прививок против гриппа. На сегодня мы, то есть лечебные учреждения, использовали всю вакцину для проведения профилактических прививок. Если по разнарядке будет еще, то мы на сегодня еще можем прививать, потому что заболеваемости пока не регистрируются. В общем итоге по Устилимску и Устилимскому району мы привили 26 тысяч 40 человек. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют горожанам регулярно мыть руки с мылом или протирать ладони влажными салфетками. Реже находиться в местах массового скопления людей – на культурных мероприятиях, супермаркетах, магазинах и учреждениях. Для того, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, нужно чаще проветривать помещение – дома и на работе. При появлении симптомов вирусной инфекции, гриппа, не заниматься самолечением. Прежде всего, не ходить в поликлинику, обязательно вызывать врача на дом и следовать всем назначениям, которые пропишет врач. Не нужно из себя делать героев и ходить на работу больным, потому что один человек, придя в закрытое учреждение, скажем, либо в группу в детский сад, либо в класс, либо на работу в бригаду, то есть он заразит всех остальных. То есть, как бы из себя делая героя, что без него нигде не обойдется, тем самым подвергает опасности заражение окружающих коллективей. Поэтому ни в коем случае нельзя больному, я это говорю и подчеркиваю, для воспитателей и нянечек детских садов, для преподавателей школ, средних учебных заведений, училищ, высших учебных заведений, Поэтому обязательно нужно остаться дома, вызвать врача и вылечиться до конца. Чтобы не заразить близких, находясь дома, следует соблюдать масочный режим. Менять маску, которую можно купить в любой аптеке, нужно через 3-4 часа. Отличным способом профилактики против вирусов гриппа и ОРВИ является здоровый образ жизни. Надежно защитят полноценный сон, сбалансированное питание и физическая активность. Укрепляйте свой иммунитет витаминами, ешьте больше фруктов и овощей. На данный момент лечебные учреждения готовы к вспышкам заболеваний гриппом и ОРВИ. На сегодня лечебные учреждения готовы к приему больных в случае массового возникновения инфекционных заболеваний гриппом и ОРВИ. Готовы к проведению патронажа беременных на дому. То есть в период возникновения эпидемиологической ситуации по гриппу все беременные женщины будут патронироваться на дому. То есть лечебные учреждения к этому готовы. В аптеках сегодня достаточный запас противогриппозных и противовирусных препаратов. Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют увеличение числа заболевших гриппом после новогодних праздников. Мы ожидаем и прогнозируют в том числе и регион Иркутская область прогнозируют конечно это начало января и дальше. Потому что в это время начнется миграция населения в наш город и район из других регионов. Приедут студенты и естественно возбудитель гриппа будет занесен на территорию и тогда уже мы будем пожинать плоды той инфекционной ситуации, которая сложится. Профилактика гриппа и ОРВИ является даже более важным моментом в борьбе с этими заболеваниями, нежели лечение. Поэтому соблюдайте все рекомендации, чтобы не заболеть. Ведь осложнения после гриппа могут быть очень серьезными. В некоторых случаях они приводят к инвалидности и даже к летальному исходу. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 20 ноября в 19 часов в картины галереи по проспекту Мира-7 состоится концерт народного коллектива ДК «Дружба» Камерного хора «Благовест». Вас ожидает удивительный, незабываемый вечер встречи с хором, ансамблями и солистами в новой программе «Я хочу подарить тебе песню». Справки по телефону 531-59 и 598-08. Это были все новости среды. Увидимся с вами в пятницу в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин